доброе утро начинаем нашу вторую лекцию тему вы видите однако перед этим я хочу несколько слов посвятить предыдущей теме как бы завершить ее общая фармакология очень обширный раздел и за одну лекцию конечно невозможно рассказать вам все придется проработать самим но что я хотел сказать мы с вами обсудили то что фармакология включает фармакодинамику и фармакокинетику можно так сказать информация о лекарственном препарате включает фармакодинамику и фармакокинетику фармакокинетика напоминаю вам рассматривает процессы происходящие с лекарством в организме это введение всасывание в кровь транспорт в крови распределение веществ между органами и тканями метаболизм то есть химические превращения лекарственных молекул и экскреция то есть введение вот эти все процессы называются фармакокинетикой фармакокинетикой мы с вами начали рассматривать вопросы фармакокинетики фармакодинамика это раздел фармакологии или же часть информации о лекарстве которая описывает или изучает и описывает влияние лекарственного вещества на организм во первых это механизм действия лекарственного препарата во вторых это фармакологические эффекты а также возможное отклонение от нормальных эффектов что такое фармакологический эффект или действие это изменение функции органа системы организма в целом при введении лекарства то есть лекарство вводится и вызывает те или иные изменения функции это и есть фармакологические эффекты или действия однако в основе любого фармакологического эффекта лежит первичная фармакологическая реакция или взаимодействие лекарства и организма на молекулярном уровне по-другому мы называем это механизмом действия и так механизм действия лекарственного вещества это взаимодействие конкретной молекулы лекарства с конкретной молекулой организма или взаимодействие на молекулярном уровне иногда повторяем мы называем его первичной фармакологической реакцией но чаще механизмом действия и вот это межмолекулярное взаимодействие оно приводит к изменению функции клетки клеток ткани органа системы организма в целом то есть к фармакологическим эффектам и так еще раз в основе фундаменте любого фармакологического эффекта находится механизм действия или первичная фармакологическая реакция есть несколько типичных молекул в организме с которыми взаимодействуют лекарственные вещества к ним относятся рецепторы это рецепторы мембран клеток рецепторы находящиеся в цитоплазме или на ядре клеток далее транспортные системы то есть белковые молекулы встроенные в мембрану клетки которые осуществляют транспорт тех или иных веществ 3 ионные каналы то есть белковые молекулы трубчатой структуры то есть в форме трубки которая пронизывает мембрану связи с изменением конформации этих молекул это трубка то есть канал может закрываться или открываться далее ферменты лекарственные вещества то есть молекулы лекарственных веществ могут взаимодействовать с ферментами инактивировать например ферменты далее это молекулы днк в ядре молекулы днк в ядре вот это наиболее наиболее типичные классы биомолекул с которыми взаимодействуют лекарства лекарства также могут взаимодействовать с другими лекарствами например в случае передозировки некоего лекарства при отравлении мы можем вводить его химический антагонист и тогда механизм действия антагониста это взаимодействие с первым лекарством которое может вызвать отравление существует еще один механизм это антиметаболитный механизм антиметаболитный в том случае когда лекарство является модифицированной биологической молекулой то есть она почти что как естественный метаболит но имеет некоторое химическое отличие форме какого-то радикала и тогда такое лекарство пытается пойти биохимические цепи в которых участвует естественный метаболит но тормозит эти цепи это антиметаболитное действие вот такие принципиальные механизмы действия могут быть итак в основе действия находится механизм действия далее различают самые разные виды действия я не могу комментировать с целью экономии времени но иногда если мы говорим о терапевтическом действии терапевтическое это желательное это то действие ради которого и применяется лекарство скажем у больного с артериальной гипертензией мы хотим понизить артериальное давление мы вводим лекарство давление понижается это и есть терапевтическое или главное или основное действие но вот иногда вот это действие оно изменяется по каким-то причинам вот эти изменения также изучаются и описывается фармакодинамикой и так фармакодинамика с одной стороны фармакокинетика с другой стороны студент может задать вопрос а что же все таки важнее вот запоминает на что следует обращать внимание на фармакодинамику или на фармакокинетику это некорректный вопрос который можно сравнить с таким вопросом а какая рука важнее правая или левая безусловно безусловно и фармакодинамика и фармакокинетика очень важны почему а что же их связывает интересно мы применяем лекарства ради какого-то специального эффекта для того чтобы как-то изменить функцию и показатель а в каком случае происходит изменение где при этом должно находиться лекарство но вот скажем скажем сердечная аритмия например сердечная аритмия мы вводим лекарства аритмия устраняется купируется каким образом где находится лекарство лекарство должно истока крови попасть в клетки миокарда в кардиомиоциты и вот тогда начинается эффект либо бронхоспазм мы вводим лекарство лекарство всасывается в кровь стоком крови достигает гладких мышц бронхов и начинает из капилляров проникать гладкомышечные клетки начинается действие то есть для того чтобы было действие лекарства необходимо нахождение лекарственные вещества в крови притекающей эффекторным клеткам и не просто наличие вещества а наличие определенной эффективной концентрации если концентрация ниже эффекта может не наступить если концентрация выше эффект может быть очень сильным и так действие зависит от определенной концентрации в крови притекающей к эффекторному органу но вот это самая определенная концентрация и создается благодаря совокупности всех процессов которые лекарство проходит в организм лекарство должно как-то попасть каким-то путем правильным путем оно должно всосаться мы должны учесть механизм всасывания лекарства оно должно транспортироваться мы должны знать как оно транспортируется в какой фракции далее лекарство должно попасть в необходимый орган мы должны учесть какая тропность данных молекул к клеткам этого органа мы должны учитывать метаболизм лекарства экскрецию все эти процессы направлены на появление той или иной концентрации если мы учтем все параметры фармакокинетики мы достигнем у пациента необходимой концентрации а необходимая концентрация вызовет определенный эффект и так с одной стороны фармакокинетические процессы дают определенную эффективную концентрацию в крови с другой стороны вот эта эффективная концентрация дает терапевтические эффекты таким образом связующим между фармакодинамикой и фармакокинетикой является терапевтическая концентрация в крови терапевтическая концентрация в крови ну вот я хотел прокомментировать вот эти моменты чтобы вы их учли при подготовке к теме общая фармакология а теперь давайте перейдем непосредственно к теме нашей лекции и так лекарственные средства влияющие на эфферентную иннервацию но их несколько групп конкретная так сказать под тема это холин энергические средства и так эфферентная иннервация эфферентная иннервация или эфферентные нервы это те нервы которые идут от центральной нервной системы к органам и тканям те нервы которые несут импульсы команды центральной нервной системы для исполнения их в периферических органах тканях эфферентные нервы подразделяются на вегетативные и соматические вегетативные нервы старое название автономная нервная система иннервируют внутренние органы все внутренние органы эта иннервация не контролируется сознание не контролируется и вегетативная иннервация включает пара симпатическую часть и симпатическую часть вегетативные нервы иннервирующие внутренние органы подразделяются на пара симпатические и симпатические а соматические нервы иннервируют скелетную мускулатуру поэтому они также называются двигательными двигательными и так эфферентные нервы подразделяются на вегетативные, парасимпатические, симпатические, и соматические или двигательные. Лекарственные средства, влияющие на эфферентную иннервацию, подразделяются на холинергические и адренергические. Для того, чтобы понять эти термины, необходимо рассмотреть схему иннервации. В данном случае схема парасимпатической и симпатической иннервации. Вегетативные нервы включают два нейрона. Один из которых центральный, находящийся в головном или спинном мозге. Второй периферический, находящийся в ганглии, соответственно парасимпатическом или симпатическом. Имеется два нейрона. Центральный и ганглионарный. Таким образом, импульс поступает к эффекторным клеткам, проходя два синапса. Один синапс в ганглии, второй синапс с постганглионарного волокна на эффекторную клетку. То же самое в симпатических нервах. С постганглионарного волокна на эффекторную клетку. Чем передается импульс в синапсах? Голубым цветом представлены нервы, которые синтезируют и выделяют ацетилхолин. Вот те нервы, которые синтезируют и выделяют ацетилхолин, называются холинэргическими. Синапсы, в которых выделяется ацетилхолин, также называются холинэргическими. Как мы видим, вот здесь голубой ацетилхолин. И здесь голубой ацетилхолин. Этот синапс тоже холинэргический. Второй нейрон симпатический синтезирует и выделяет в синапсах норадреналин. Такие нейроны, которые синтезируют и выделяют норадреналин. А также такие синапсы, в которых медиатором является норадреналин, называются адренергическими. Итак, адренергические нейроны синапсы и холинэргические нейроны и синапсы. Соответственно, лекарственные средства. Те лекарственные средства, которые влияют на передачу возбуждения в холинэргических синапсах. Вот они. Раз, два, три. Два, оба синапса парасимпатические и один, первый синапс симпатический. Так вот, такие лекарственные средства, которые работают, передают, участвуют в передаче возбуждения в холинэргических синапсах. Соответственно, называются холинэргическими. А те лекарственные средства, которые влияют на передачу возбуждения в адренергических синапсах, называются адренергическими. По адренергическим средствам у нас будут отдельные лекции, поэтому сегодня мы больше говорить не будем. Итак, холинергические средства это лекарственные средства, которые работают, то есть влияют на передачу возбуждения в холинергических синапсах. Это ганглионарные синапсы, как парасимпатические, так и симпатические, и синапсы во внутренних органах, там где заканчиваются парасимпатические волокна. Вот в этих локализациях работают холинергические средства. Мишенями действия лекарственных средств, как холинергических, так и адренергических, являются находящиеся в синапсах рецепторы, соответственно холинорецепторы для холинергических, адренорецепторы для адренергических. Далее, ферменты, которые участвуют в синтезе или в метаболизме медиаторов. Если вещества влияют на эти ферменты, они также или усиливают, или ослабляют действия медиаторов. А также транспортные системы медиаторов. Транспортные системы, которые, скажем, выводят медиатор из синаптической щели обратно в нервное окончание. Итак, лекарственные средства, в принципе, могут влиять на рецепторы в синапсах, на ферменты, разрушающие медиаторы в синапсах, и на системы транспорта медиаторов в синапсах. Теперь конкретно холинергические средства. Для того, чтобы дать характеристику холинергическим средствам, необходимо вспомнить работу синапса, медиатором, в котором является ацетилхолин. Итак, в оксоплазме нейрона происходит синтез медиатора ацетилхолина в одну реакцию. Ацетилкоэнзим А дает ацетат фактически плюс холин, образуется ацетилхолин. Ацетилхолин, который синтезировался, входит в визикулы, то есть в пузырьки и сохраняется в неизмененном виде. В неизмененном виде до тех пор, пока не приходит нервный импульс. Нервный импульс приводит к тому, что медиатор ацетилхолин выделяется из визикул, проходит в синаптическую щель, простите, прессинаптическую мембрану, попадает в синаптическую щель. Медиатор ацетилхолин. Далее, пройдя синаптическую щель, медиатор взаимодействует с находящимися на постсинаптической мембране рецепторами. Рецепторы для ацетилхолина называются холинорецепторами. Итак, ацетилхолин, пройдя синаптическую щель, взаимодействует с холинорецептором, что и приводит к деполаризации постсинаптической мембраны и к возбуждению клеток, передаче возбуждения, к появлению каких-то эффектов. Одновременно с тем, что ацетилхолин взаимодействует с рецептором, он начинает подвергаться метаболизму фермента холиностераза. Вот этот треугольничек, схематический фермент, ацетилхолиностераза, который для краткости мы называем холиностераза, разрушает ацетилхолин. Ацетилхолин действует, возбуждает рецептор, однако одновременно он разрушается холиностеразой на холин и уксусную кислоту. На холин и уксусную кислоту. Естественно, действие ацетилхолина заканчивается или не начинается. Вот такая молекула, которая разрушилась, она уже не может связаться с холинорецептором. Итак, холин и уксусная кислота либо подвергаются всасыванию в кровоток, в основном это ацетаты, а холин на 50% подвергается обратному всасыванию. И снова в оксоплазме нервного окончания идет на синтез ацетилхолина. И цепочка повторяется. Синтез ацетилхолина, сохранение его в визикулах, нервный импульс приводит к выведению ацетилхолина из визикул, в синаптическую щель. Ацетилхолин соединяется с холинорецептором, а также начинает разрушаться. Вот это, собственно говоря, круговорот ацетилхолина в синапсе. Ацетилхолина в синапсе. Ну а понятно, что взаимодействие ацетилхолина с холинорецептором приводит к изменению функции эффекторной клетки. Теперь мы должны поговорить с вами о классификации, о типах холинорецепторов. Итак, холинорецепторы, это рецепторы, которые возбуждаются ацетилхолином. Ацетилхолином. Однако, изучение, многолетнее изучение показало, что холинорецепторы неоднородны. Одна группа холинорецепторов в эксперименте может возбуждаться алкалоидом мухоморов, мускарином. То есть, она, естественно, возбуждается ацетилхолином, естественным медиатором. Но, при экспериментальных работах, алкалоид мускарин также возбуждает, как и ацетилхолин, эту подгруппу рецепторов. Эти рецепторы были названы мускариночувствительными, или сокращенно М-холинорецепторами. Итак, первая группа холинорецепторов, это мускариночувствительные, или М-холинорецепторы. Вторая же группа, это никотиночувствительные, или Н-холинорецепторы. Потому что, с ними связывается, к ним имеет сродство алкалоид табака, никотин. Алкалоид табака, никотин. Итак, в организме все эти рецепторы возбуждаются ацетилхолином. Однако, в связи с тем, что имеется некоторая структурная разница в рецепторах, имеются определенные вещества, которые могут избирательно возбуждать одну часть холинорецепторов, либо другую часть. Итак, первая классификация, это М-холинорецепторы и Н-холинорецепторы. Давайте вернемся к схемке иннервации. Так вот, М-холинорецепторы находятся у мест иннервации постганглионарными парасимпатическими волокнами. Во всех органах и тканях, куда доходят парасимпатические нервы. Во всех. А также в центральной нервной системе, в головном, спинном, мозге. А Н-никотиночувствительные холинорецепторы находятся в вегетативных ганглиях, как парасимпатических, так и симпатических, в структурах центральной нервной системы, а также еще в некоторых. Но мы четко должны понимать, что первая передача возбуждения осуществляется за счет возбуждения Н-холинорецепторов, а вторая передача за счет М-холинорецепторов. Теперь давайте вернемся к классификации. Итак, помимо того, что имеются М- и Н-холинорецепторы, в настоящее время мы знаем о них более детально. Эти рецепторы несколько отличаются. Итак, М-холинорецепторы включают М1, М2, М3, М4, М5. М5, М1 находится в центральной нервной системе и в вегетативных ганглиях. То есть это истинные нейрональные М-холинорецепторы. М2-холинорецепторы в основном находятся в сердце. В сердце. Таким образом, влияние на эти рецепторы приводит к изменению функций сердца. М3-холинорецепторы находятся в гладких мышцах и желудочно-кишечного тракта, и матке, и бронхах, во всех гладких мышцах и в большинстве экзокринных желез. То есть железы желудочно-кишечного тракта, железы слизистой бронхов, слюнные железы и так далее. М3-холинорецепторы находятся в сердце, в легочных альвеолах, некоторые в ЦНС. М5-холинорецепторы находятся в центральной нервной системе, в слюных железах и так далее. Однако, из этих 5 подгрупп рецепторов наиболее детально изучены М1, М2, М3, и мы имеем отдельные препараты, которые могут избирательно влиять на эти рецепторы. Влияние на М4 и М5 предстоит еще дополнительно изучить. Теперь, никотиночувствительные. Я дал вам локализацию в основном в нервной системе. Так вот, те, которые находятся в нервной системе, называются Н-нейрональные. Н-Н-Н-нейрональные. Повторяю, они находятся в вегетативных ганглиях, а также в некоторых структурах центральной нервной системы. Н-Н. А вторая часть, Н-М, мускулярные или мышечные, находится в скелетных мышцах. Изначально я сказал, что эфферентные нервы включают вегетативные, иннервирующие внутренние органы, и соматические. Вегетативные включают два нейрона, центральные ганглионарные, а соматические нервы состоят из одного нейрона. Это нейрон центральный, который находится в боковых рогах спинного мозга или в головном мозге. Он дает длинный аксон, который заканчивается в скелетных мышцах. Но этот нейрон также холинергический, он синтезирует, выделяет ацетилхолин, а на скелетных мышцах, на мембранах миоцитов, находятся Н-холиноэцепторы. Но они называются Н-мышечные. В связи с тем, что имеется некоторое структурное отличие в Н-нейрональных и Н-мышечных рецепторах, и Н-мышечных рецепторах, имеется возможность различного, раздельного влияния на эти рецепторы. То есть, имеется специальная группа СРС, действующая на Н-нейрональные, на Н-мышечные. Итак, холиноэцепторы подразделяются на мускариночувствительные и никотиночувствительные. Мускариночувствительные в разных органах подразделяются на М1, М2, М3, М4, М5. Никотиночувствительные в основном подразделяются на Н-нейрональные в нервной ткани, в дериватах нервной ткани. И Н-мышечные, которые находятся в скелетных мышцах. Которые находятся в скелетных мышцах. Какие же эффекты возбуждения холинорецепторов, ацетилхолином в организме? Сначала эффекты возбуждения М-холинорецепторов. Итак, нейроны в центральной нервной системе имеют М1-холинорецепторы. И мы видим, что при возбуждении М1-холинорецепторов коры больших полушарий отмечается повышение умственной работоспособности. В ретикулярной формации отмечается активация бодрствования, переход от сна к бодрствованию или активация бодрствования. В лимбической системе активация эмоциональной сферы при возбуждении ацетилхолином. Стреополидарная система контроль координации движений. Ацетилхолин, выделяясь и возбуждая М1-холинорецепторы в этой системе, обеспечивает контроль координации движений. В центрах блуждающего нерва на нейронах также есть М1-рецепторы. При их возбуждении отмечается повышение холиноргических влияний на внутренние органы. Наконец, в вестибулярном анализаторе. В вестибулярном анализаторе возбуждение М1-рецепторов приводит к укачиванию, тошноте, то есть проявлением болезни движения. Болезни движения. Или, кратко, к укачиванию. Далее, в гладких мышцах сосудов, скелетных мышц и тазовых органов. То есть тех сосудов, которые обеспечивают кровью скелетные мышцы, тазовые органы. При их возбуждении отмечается вазодилатация. Далее, в глазу. Далее, в глазу. В глазу имеются гладкие мышцы. Мышца, суживающая зрачок или циркулярная мышца радужки. А также целиарная или ресничная мышца, которая участвует в изменении кривизны хрусталика. Вот в этих обеих мышцах имеются М-холинорецепторы. М-холинорецепторы. Более точно, М3-холинорецепторы. Так вот, при возбуждении холинорецептора в циркулярной мышце происходит сужение зрачка, как мы видим, и связанное с этим понижение внутри глазного давления. При сокращении этой мышцы радужно-роговичный угол растягивается, открываются межкапиллярные щели или фонтановые пространства. Жидкость устремляется через эти щели в венозный синус склеры или шлемов канал. Таким образом, жидкости становятся меньшее внутри глаза и внутриглазное давление понижается. Это терапевтический эффект при глаукоме, заболевании, которое сопровождается повышением внутриглазного давления. Внутриглазного давления. Далее. Возбуждение М-холинорецептора целиарной мышцы приводит к натяжению циновых связок и расслаблению капсулы хрусталика. Капсулы хрусталика. Хрусталик становится более выпуклым. Кривизна хрусталика повышается. Он устанавливается на ближнюю точку зрения. Это называется спазм аккомодации. Спазм аккомодации. Спазм аккомодации равно как и сужение зрачков, которое приводит к некоторому снижению зрения в темноте. Это побочные эффекты при применении этих средств. Дальше. М-холинорецепторы находятся в миокарде. М2, в основном и М4. Их возбуждение приводит к снижению автоматизма, возбудимости, проводимости и сократимости. Вот как на нормальной физиологии вы изучали, что вагус оказывает отрицательный хронотропный, дромотропный, батмотропный, инотропные эффекты. Почему? Потому что волокна вагуса выделяет ацетилхолин, который возбуждает М2 рецепторы миокарда и в ответ вот происходят такие эффекты. Снижение частоты, возбудимости, проводимости, сократимости. В гладких мышцах внутренних органов жудудочно-кишечный тракт, бронхи, возбуждение М3 холинорецепторов приводит к повышению тонуса и перистальтики ЖКТ, бронхов, желчевыводящих, мочевыводящих путей, но одновременно к снижению тонуса сфинктеров. То есть это обеспечивает дефекацию, облегчает выведение мочи, желчи. Следующая локализация, следующая локализация в экзокринных железах, то есть в железах внешней секреции. Что это за железы? Это все железы и желудка, и кишечника, и слюные железы, и слезные железы, бронхиальные железы. Вот это все железы экзокринные и в них находится М3 холинорецепторы. Кроме того, потовые железы анатомически они иннервируются симпатическими нервами, то есть их центры находятся там, где центры симпатических нервов, но постганглионарное волокно, в отличие от других симпатических, также является холиноргическим. Итак, потовые железы иннервируются симпатическими нервами, но постганглионарное волокно холиноргическое выделяет ацетилхолин и на клетках этих желез находятся холинорецепторы. Поэтому вещества действующие на М3 холинорецепторы будут действовать и на потовые железы. Так вот, повышение секреции и желудочного кишечного тракта, и бронхов, и потовых желез отмечается при возбуждении этих рецепторов. Далее, локализация никотиночувствительных рецепторов. Никотиночувствительных. Никотиночувствительные находятся в некоторых структурах ЦНС, при их возбуждении в коре отмечается повышение умственной работоспособности, так же, как и при возбуждении М. Далее, в нейрогипофизе, в нейрогипофизе, и их стимуляция приводит к активации продукции гормонов. Черные субстанции из триаполидарной системе. Эти рецепторы участвуют так же, как и М-холинные рецепторы, в контроле координации движений. Далее, в ганглиях, мы сказали, в ганглиях, в симпатических и парасимпатических. Их возбуждение, естественно, приводит к усилению симпатических и парасимпатических влияний на эффекторные органы. Активируется передача возбуждения в вегетативных нервах. Далее, в мозговом веществе надпочечников. Потому что мозговое вещество надпочечников, в отличие от коры надпочечников, кора надпочечников это истинная эндокринная железа, а мозговое вещество надпочечников это модифицированные в процессе хилогенеза симпатические ганглии. Симпатические ганглии. А в ганглиях мы сказали N-холинорецепторы. Поэтому и в мозговом веществе надпочечников, которое является модифицированными симпатическими ганглиями, находятся N-холинорецепторов. При их возбуждении усиливается синтез и выделение адреналина в кровь. Адреналина в кровь. Далее, в каротидных клубочках или синокаротидной зоне это место бифуркации общей сонной артерии на наружную и внутреннюю. И вот в этом месте находятся хеморецепторы. Хеморецепторы, которые активируются ацетилхолином или никотином. Или никотином. При стимуляции этих рецепторов рефлекторно, то есть по нервным проводникам, происходит стимуляция дыхательного центра. И наконец, пятая локализация это скелетные мышцы и диафрагма, то есть поперечно-полосатые нервы. В первой, второй, третьей, четвертой локализации находятся N нейрональные, а в пятой локализации, то есть в мышцах находятся N мышечные рецепторы и их возбуждение приводит к усилению нервно-мышечной передачи. Сейчас сделаем перерыв. Продолжение следует... 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 Соответственно, вы должны понимать, что при угнетении или блокаде этих рецепторов, эффект будет противоположным. Таким образом, холинорецепторы подразделяются на никотиночувствительные и мускариночувствительные. Никотиночувствительные находятся в вегетативных ганглиях, парасимпатических и симпатических, в центральной нервной системе, далее в синокаротидной зоне, в месте бифуркации сонной артерии, далее в мозговом веществе надпочечников. Все выше названные локализации содержат N-никотиновые рецепторы, а также в скелетных мышцах и диафрагме, где расположены N-мышечные. А M-холинорецепторы, основная локализация, это все внутренние органы в местах иннервации постганглионарными парасимпатическими нервами, а также в структурах центральной нервной системы. Классификация холинергических средств. Мы подразделяем их на две большие группы, это холиномеметики и антихолинергические. Холиномеметики, термин происходит от греческого слова мемеио, мемеио обозначает похожесть. Похожесть холиномеметик, это действующий похоже, то есть так же как ацетилхолин. Адреномеметик, это вещество действующее похоже, так же как адреналин. Итак, холиномеметики, это лекарственные средства, так же как ацетилхолин, возбуждающие холинорецепторы, либо способствующие возбуждению холинорецепторов. Антихолинергические, это вещества, которые блокируют холинорецепторы, поэтому они называются холиноблокаторы. Вы можете встретить термин холинолитики, это старый термин, но его можно употребить, он правильный так же. Итак, холиномеметики, вещества, которые возбуждают или способствуют возбуждению холинорецепторов. И антихолинергические или холиноблокаторы. Соответственно, холиномеметики включают М и Н холиномеметики, К, которые возбуждают как М, так и Н холинорецепторы. Далее, М холиномеметики, средства, возбуждающие только мускариночувствительные рецепторы. И, наконец, Н холиномеметики, К, которые возбуждают только Н холинорецепторы. А внутри группы М и Н холиномеметики, мы имеем две подгруппы, вещества прямого действия и вещества непрямого действия. Таким образом, холиномеметики включают четыре группы. М и Н холиномеметики прямого действия, М и Н холиномеметики непрямого действия. Или антихолиномеметики разные, М холиномеметики и Н холиномеметики. Соответственно, антихолинергические подразделяются на М холиноблокаторы и Н холиноблокаторы. В N-холиноблокаторах мы подразделяем две группы. Это ганглиоблокаторы, которые действуют в основном вегетативных ганглиях и блокируют N-нейрональные рецепторы. И периферические миорелаксанты, те которые действуют на N-мышечные холинорецепторы. Различают еще подгруппы центральных холинолитиков. Это такие холиноблокаторы, которые действуют преимущественно в центральной нервной системе. Теперь давайте дадим характеристику отдельным группам и лекарственным препаратам. Первая группа прямые M- и N-холиномеметики или M- и N-холиномеметики прямого действия. Это лекарственные средства, которые непосредственно возбуждают, связываются и возбуждают как M- так и N-холинорецепторы. К ним относят два вещества. Это ацетилхолин и карбохолин. Ацетилхолин – это естественный медиатор холинергических нервов. Будучи введенным, он быстро подвергается метаболизму, потому что во всех тканях в организме достаточное количество холинестераз. Таким образом, после его введения, действие его продолжается не более чем 10-15 минут. Карбохолин является эфиром ацетилхолина, поэтому метаболизируется холинестеразой не так быстро и действует в течение 1-1,5 часов. Тем не менее, 1-1,5 часа считается все-таки коротким промежутком времени и в связи с кратковременным действием, эти вещества применяются крайне редко. Ацетилхолин в большей степени в экспериментальной практике. Карбохолин, ну, например, можно применить в глазных каплях для лечения глаукомы. Но в связи с тем, что действие быстро заканчивается, более целесообразно применять вещества с более длительным эффектом. С более длительным эффектом. Поэтому клиническая значимость этой группы несущественна. Пойдемте дальше. Непрямые МИН-холиномеметики. Если прямые действовали непосредственно на рецепторы, то эта группа, эти вещества, не связывается с холинорецепторами. А механизм их действия обусловлен связыванием с ферментом ацетилхолинэстеразой, что приводит к ее угнетению. Напоминаю, функция ацетилхолинэстераза – разрушение ацетилхолина в синапсах. Поэтому при угнетении этого фермента ацетилхолин слабее разрушается, следовательно, действует сильнее и длительнее. И при применении таких веществ все равно отмечается большее возбуждение как М- так и Н-рецепторов за счет накапливающегося ацетилхолина. Итак, непрямые МИН-холиномеметики мы также по механизму действия называем антихолинорцеразными, действующими против холинорцеразы, или ингибиторами ацетилхолинорцераза. Классификация этих средств подразделяется по обратимости ингибирования холинорцеразы на вещества обратимого действия и необратимого действия. Обратимое действие – это вещество связывается с ацетилхолинорцеразой, угнетает ее, изменяя конформацию. Но после метаболизма такого вещества холинорцераза освобождается и восстанавливает свое действие, свою активность. Вещества необратимого действия связываются с ацетилхолинорцеразой и вызывают ее угнетение необратимо. После метаболизма этих веществ фермент ацетилхолинорцераза уже не может восстановить свою активность. Таким образом, это общее для всех лекарство. Вещества обратимого действия всегда менее токсичны, вещества необратимого действия более токсичны. Значит, вещества необратимого действия всегда применяются с осторожностью. Итак, к веществам обратимого действия относятся неостигмин, передостигмин, амбиноний, дистигмин, галантамин, физостигмин, эдрофоний, донепизил, ревостигмин, эпидокрин. В скобочках, вы видите, приводится традиционное название. Итак, международное наименование неостигмин на постсоветском пространстве, то есть в России, Украине, Белоруссии, принято называть прозерин. Препарат называется прозерин. Амбинония, оксозил. Но мы с вами должны запоминать международные неподтитованные названия. Это неостигмин, амбинония и все остальные. Далее, к веществам необратимого действия относятся фосфокол, армин, дифлоз, экотиопат. Все эти вещества используются только местно в виде глазных капель при глаукоме. Глазные капли применяются только по одной-две капли. И такая ничтожная доза не приведет к токсическим эффектам. К токсическим эффектам. Но ни в коем случае эти вещества нельзя применять с целью резурбтивного действия. Тогда как вещества обратимого действия применяются в большей степени с целью резурбтивного действия. То есть для действия на весь организм. Но некоторые из них могут применяться и местно для лечения глаукомы. Например, неостигмин. Например, неостигмин. Далее, мы должны учитывать, что подобным механизмом действия обладают некоторые нелекарственные антихоленистеразные вещества, с которыми мы можем столкнуться. Это сельскохозяйственные пестициды. Гихлофос, хлорофос, карбофос. Фос обозначает аббревиатуру фосфорорганические соединения. А также боевые отравляющие вещества. Зарин, заман, табун. Которые в принципе запрещены, но врач может столкнуться как с отравлением сельскохозяйственными ядами, так и боевыми отравляющими веществами. По механизму действия они такие же. Они угнетают от стилхоленистеразу. Но они являются естественно необратимыми. Вызывают сильнейшее поражение. Но принцип терапии при отравлении этими веществами такой же, как и при передозировке или отравлении лекарственными препаратами. Идемте дальше. Это по обратимости классификация. Далее по химической структуре. Четвертичное аммониевое соединение и третичные амины. Это также универсальное подразделение. Мы будем встречать не один раз. Если в молекуле вещества имеется четвертичный азот, то есть четырехвалентный или аммоний, то такой азот заряженный. И в целом молекула заряженная. Извините. Такая молекула заряженная. Раз она заряженная, она гидрофильная. Она плохо подвергается всасыванию, прохождению через мембраны. Четвертичные. Если же в молекуле имеется азот третичный, трехвалентный, такой азот нейтральный. И в целом молекула нейтральная, незаряженная. Значит она имеет большую липофильность. И производные третичного амина проникают через различные мембраны и барьеры. Например, через гематенцифалический барьер и другие. Итак, к четвертичным, к тем, которые не проникают, относятся неостегмин, передостегмин, амбиноний, дистегмин, эдрофоний. Они применяются для действия на периодические органы и системы. К третичным аминам относятся галантамин, физостегмин, эпидокрин, донопезил, ривостегмин. Эти вещества, хорошо проникая в центральную нервную систему, применяются в большей степени при заболеваниях центральной нервной системы, но могут применяться и для воздействия на периферические холинертические структуры. Например, галантамин. И так, и так. Все остальные в основном применяются для воздействия на центральную нервную систему. Механизм действия я вам объяснил. Он связан с угнетением холинэстеразы и торможением расщепления ацетилхолины, что ведет к его накоплению в синаптической щели, удлинению возбуждения холинорецепторов, как М, так и М. Поэтому они и называются М и М холиномиметики, но не прямые. Для этих веществ в связи с указанным механизмом действия характерны следующие эффекты, связанные с возбуждением М холинорецепторов в центральной нервной системе. Повышение умственной работоспособности, уменьшение сонливости, эмоциональное возбуждение, активация холинергических влияния на внутренние органы, в глазу. В результате сокращения циркулярной мышцы радужки, сужение зрачка, приводящее к снижению внутриглазного давления. Поэтому мы применяем для лечения глаукомы. При этом некоторое ухудшение зрения в темноте развивается, это побочный эффект. Это побочный эффект. В результате сокращения цилиарной мышцы развивается расслабление ценовых связок, вызывающее повышение кривизны хрусталика, или спазм аккомодации, при котором глаз настраивается на ближнюю точку видения, плохо видит удаленные предметы. Это также побочное действие. Но при лекарственном спазме аккомодации это побочное действие заканчивается после окончания действия лекарства. В миокарде возбуждение М-холина рецепторов, мы уже об этом говорили, снижение автоматизма, то есть частоты сердечных сокращений, снижение возбудимости, снижение проводимости и сократимости. Эти эффекты позволяют применять препараты этой группы для лечения сердечных тахиаритмий. Эти же вещества действуют на гладкие мышцы сосудов, вызывая вазодилатацию, но этот эффект не используется в клинике. Далее, гладкие мышцы внутренних органов, стимуляция М-холина рецепторов, накапливающимся ацетилхолином, приводит к повышению тонуса и перистальтики гладких мышц, ЖКТ, бронхом, желчевыводящих, мочевыводящих путей, а также к уменьшению тонуса бронхом. Это обусловливает применение веществ из данной группы при атониях кишечника и мочевого пузыря. Атония – это отсутствие или понижение тонуса. В то же время мы говорили с вами о сельскохозяйственных ядах или о боевых отравляющих веществах, а также при передозировке лекарственных веществ мы понимаем симптоматику. Характерными являются рвота, понос, слышимое на расстоянии перистальтика и так далее. Далее эффекты в экзокринных железах. В экзокринных железах повышение секреции всех желез. Это и желудочно-кишечный тракт, и бронхи, и другие. Мы можем применить для лечения ксеростомии, это секреторная недостаточность слюных желез. Рост секреции потовых желез, а там содержатся м-холинрецепторы, может примениться при почечной недостаточности. Когда почки не могут вывести токсические вещества, метаболиты из организма, эти вещества частично выводятся за счет активации потоотделения. Эффекты связаны с возбуждением энхолинрецепторов. Это усиление нервно-мышечной передачи. Поэтому мы можем применять для лечения миостынии. Миостыния это, как правило, наследственно обусловленная недостаточность нервно-мышечной передачи, сопровождаемая мышечной слабостью. А также для лечения периферических параличей и порезов. И порезов. Мы понимаем, что для этой цели предпочтительны третичные амины. Далее. В мозговом веществе надпочечников повышение секреции адреналина. В каротидных клубочках стимуляция энхолинрецепторов приводит к стимуляции дыхательного центра. Однако клинического значения это не имеет. В связи с тем, что эта группа веществ обладает относительно высокой токсичностью, а также лечащий врач может встретиться с отравлением другими фосфорорганическими соединениями. Это сельскохозяйственными ядами, военными ядами. Мы должны знать и симптоматику передозировки или отравления этими веществами. К общим симптомам относятся потери сознания. И если яд принят внутрь, то сильный запах изо рта, поскольку все эти вещества имеют запахи. Сельскохозяйственные яды в частности. Далее сужение зрачков, сужение зрачков, резкое сужение зрачков, двухфазное изменение артериального давления. Сначала некоторое повышение, а зачем снижение и брадикардия, бронхоспазм, неукротимая рвота и понос. Очень слышимое на расстоянии перистальтика, урчание в животе. Обильное потоотделение. Больной как бы купается в собственном поту. И симптомы, связанные с возбуждением эндхолинорецепторов, это фибриллярное подергивание скелетных мышц, которые провоцируются похлопыванием по конечностям, а также возможны клонические судороги. Все названные симптомы позволяют поставить диагноз отравление антихолин с разными веществами. Меры помощи. Ну, во-первых, общая дезинтоксикация в зависимости от попадания, пути попадания, если это введение внутрь, то промывание желудка, очистительные клизмы, обмывание пациента, если это попадание через кожу при опрыскивании деревьев. Далее, внутривенная дезинтоксикация, это введение дезинтоксикационных растворов. Неогемодез, 5% раствор глюкозы, который вводится 1,5 литра и более форсированный диурез. Форсированный диурез подразумевает сначала гемодилюцию низкомолекулярными растворами, вот названными гемодез, раствор глюкозы, физраствор, а на фоне гемодилюции, то есть разведения крови низкомолекулярными веществами введения сильного быстродейшего действующего диуретика, например, форосимид внутривенных. Это приводит к активному выведению различных веществ, в том числе и антихоленистеразных, через почки с мочой. Специфические антидоты, специфические, применяемые исключительно при отравлении этими веществами. В основном вся симптоматика связана с возбуждением М-холино-рецепторов. И миоз, и бронхоспазм, и усиление перистальтики, и брадикардия. Вот. Поэтому при этом отравлении показано назначение М-холино-блокаторов, веществ, блокирующих М-холино-рецепторы и прекращающими их возбуждение ацетилхолина. Это атропинсульфат. Атропиносульфат. Причем, как вы видите, вводится достаточно большая доза. Сам по себе он токсичный, но в данном случае мы вводим видите, до 10 мл. Подбор дозы индивидуальный до исчезновения сужения зрачков. Вторым специфическим антидотом являются реактиваторы холинэстераза. Реактиваторы холинэстераза. Которые являются прямыми антагонистами. Если атропин является непрямым антагонистом, ведь вещества угнетают холинэстеразу, а атропин действует на рецепторы. Отмечается антагонизм, но он не прямой. А вот реактиваторы холинэстераза являются прямыми антагонистами, потому что вещества угнетают непосредственно холинэстеразу, а реактиваторы холинэстераза действия на этот фермент Восстанавливают ее активность. К реактиваторам холинестеразы относят пролидоксим, карбоксим, тримедоксим, изонитрозин, аллоксим. Аллоксим. Симптоматические средства в зависимости от выраженного симптома. Например, если у пациента выраженные судороги, мы назначаем барбитураты и гиазепам, обладающие противосудорожным действием. Например, если нарушается ритм сердца, мы назначаем сердечные гликозиды. Если у пациента выраженный бронхоспазм, назначаем дополнительно бронхолитики. Следует поговорить о показаниях к применению данных препаратов. Мы отчасти говорили о них. Итак, они показаны местно для лечения глаукомы. Далее, общие действия, действия на центральную нервную систему применяются для лечения болезни Альцгеймера. Для болезни Альцгеймера. Особенно неполярные вещества, эпидокрин. Далее, гастроэнтерологическая практика. Для лечения атонии кишечника, мочевого пузыря, макти. Для лечения атонии, вернее, мышечной слабости миостынии, а также параличей и парезов. Для лечения передозировки антидеполяризующими миорелаксантами. Для лечения ксеростомии. То есть, эта группа применяется в медицине достаточно часто. Достаточно часто. Теперь, следующая группа. Прямые эмхолиномеметики. Не обязательно говорить слово прямые, потому что непрямых не бывает. Эмхолиномеметики. Это лекарственные средства, механизм действия которых заключается в возбуждении эмхолинорецепторов. Эта группа небольшая, включает всего два вещества. Это пилокарпин и ацеклидин. Эти вещества, по сравнению с антихолинистеразными, несколько более токсичны. По эффектам они сходны, но применяются несколько реже. Пилокарпин является алкалоидом растения пилокарпус. Растительное происхождение обладает высокой токсичностью. Высокой токсичностью. Ацеклидин синтетическое вещество. По сравнению с пилокарпином, его токсичность ниже. Исходя из этого, пилокарпин применяется исключительно местно. Так же, как и антихолинистеразное средство необратимого действия. Для лечения глаукомы в виде глазных капель. Крайне редко позволяется введение пилокарпина в виде капель внутрь. 2-3-4 капли. Для активации солевации. Ацеклидин. Ацеклидин. Используется для лечения атонии кишечника. И желчного пузыря. Существуют также глазные капли ацеклидин. И глазная мазь. Ацеклидин может использоваться для лечения почечной недостаточности. С целью активации потоотделения. Несколько компенсирует отсутствие диуреза. И в введении из организма токсических веществ. Следующая группа. М-холиноблокаторы. М-холиноблокаторы. Это лекарственные средства. Которые уже относятся к антихолинергическим. Механизм действия которых заключается в блокаде М-холинорецепторов. М-холинорецепторов. Это группа клинических. Более важная. Чем выше названные. Эти вещества применяются чаще. Классификация. Мы различаем вещества растительного происхождения. Или алкалоиды некоторых растений. Которые являются третичными аминами. А значит хорошо проникают через барьеры. Атропин. Геосцин. Геосциамин. Платифилин. А также синтетические средства. Являющиеся четвертичными аммониями соединениями. Метацин. Ипротропиум бромид. Перензепин. Децикламин. Дарифеноцин. Солифеноцин. Тропикамид. Гомотропин. Циклопенталат. И некоторые даже другие. Это большая группа. На данном слайде представлена химическая структура. Алкалоидов. Алкалоидов. Как мы видим. Атропин. Геосцин. Геосциамин. Имеют похожую химическую структуру. Похожую. И они являются алкалоидами. Ну скажем. Красавки. Белены. Дурмана. Но геосцин также содержится в скополии. Скополии. Растения скополия. Плохифилин имеет другую химическую структуру. Содержится в крестовнике. Алкалоид крестовника. Далее. По селективности действия. По селективности действия. М-холиноблокаторы. Подразделяются на неселективные. Действующие на разные М-холинорецепторы. И селективные. Действующие преимущественно на определенные подтипы. Или М1 селективные. Или М3 селективные. Не селективные М-холиноблокаторы. Не селективные. Включают центральные холиноблокаторы. Которые оказывают как центральные. Так и периферическое действие. Но применяется в большей степени. Для влияния на периферические. Простите. Центральные М-холинорецепторы. Это геосцин, скополамин, геосциамин, амезил, метамезил. Теперь периферические холиноблокаторы резерктивного действия. То есть мы их вводим разными путями. То ли внутрь, то ли в инъекциях. Но эти вещества всасываясь действуют на весь организм. Атропин, плотифилин, метацин. Как вы видите, здесь и синтетические, и растительные. Далее. Периферические холиноблокаторы местного действия. В частности, применяемые для купирования приступов бронхиальной астмы. То есть эти вещества применяются в виде ингаляции. И пациент впрыскивает аэрозоли этих веществ в рот и вдыхает. И вдыхает. Их действие ограничивается только воздухоносными путями, бронхами. Потому что со слизистой бронхом эти вещества всасываются плохо. Являясь четвертичными производными, атропина. И протропиум бромид, киотропиум бромид, умеклединия бромид, гликопирония бромид. Которые отличаются длительностью эффекта. Самое короткое действие 8-12 часов в протропиум. У остальных веществ длительность действия практически сутки. Итак, после ингаляции этих веществ бронхоспазм купируется примерно на сутки. Очень положительным эффектом является одновременное с купированием бронхоспазма понижение или устранение секреции бронхиальных желез. Далее, периферические холиноблокаторы местного действия, применяемые в глазных каплях. Эти вещества капаются исключительно в глаз, поэтому и вызывают эффекты только со стороны органа зрения. Гомотропин, тропикамин. Они вызывают расширение зрачка и паралич аккомодации. Расширение зрачка и паралич аккомодации. Селективные М1 холиноблокаторы. Перэнзепин. Перэнзепин. В характеристике М-холинорецепторов мы говорили о том, что М1 находится в основном в нервной ткани или в дериватах нервной ткани. Так вот, в желудке они находятся в энтерохромофиноподобных клетках, которые принимают участие в регуляции секреции соляной кислоты. А эти самые энтерохромофиноподобные клетки являются производными нервной трубки. Поэтому в них и заложены М1 холинорецепторы. Мы применяем это вещество. Оно действует исключительно на желудок, не вызывая побочных эффектов со стороны других органов. Теперь селективные блокаторы М3 холинорецепторов мочевого пузыря. Дарифеноцин, солифеноцин, оксибутинин, толтеридин, фезотеродин. Эта группа веществ применяется исключительно для действия на мочевой пузырь. На мочевой пузырь. Применяется при гиперактивности мочевого пузыря. Когда у пациента возникают частые позывы к мочеиспусканию, мы назначаем эти препараты. Это приводит к расслаблению гладкой мышцы и к нормализации процесса выведения мочи. Процесса выведения мочи. На этом сегодняшнюю лекцию мы закончим. В следующий раз продолжим рассмотрение холинордических средств и пойдем дальше. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok